Приднестровье обеспечивает себя зерном пшеницы в полном объеме. Есть и другие продукты, по которым республика перевыполняет план. Однако, чтобы достичь полной продовольственной безопасности, нужно провести немало работы. Такое мнение высказали докладчики научно-практической конференции, которая прошла в госуниверситете. На ней побывала и наша съемочная группа. Около 270 тысяч гектар земли и близость водных ресурсов. У Приднестровья есть природный потенциал для того, чтобы выращивать необходимую для населения продукцию. По словам экспертов, важную часть успеха агропромышленного комплекса республики составляет развитие мелиорации. В этом году засушили, в необычайно сложном году, где мы потеряли кукурузу где-то 1050, мы имеем 380 тысяч тонн. Это дает нам условия процентов 30 на питание дать внутри республики, в смысле на хлебопечение, а 70 на карманы, экспорт и так дальше. Зерно – это основа нашей жизни, основа нашего благосостояния. Не будет 380-400 тысяч. Будут очереди, как в 2003 году, как в 1993 году, когда убивали в очередях, потому что хлеба не было. Если с зерном в Приднестровье проблем нет, то в других сельскохозяйственных отраслях республика пока не добирает по показателям. На конференции высказывались за развитие перерабатывающей промышленности. Чтобы поддержать местных производителей, правительство регулярно вводит заградительные пошлины на импортные продукты, которые могут вытеснить наш товар с прилавков ценой, а не качеством. И такие меры дают положительный результат. Реализация мяса в живом весе в первом полугодии выросла в 1,7 раза в сравнении с аналогичным периодом 2014 года. Кроме того, достигнут социальный эффект в виде сохранения рабочих мест на предприятиях и связанных с ними контрагентах, а также экономический эффект в виде дополнительных поступлений в республиканский бюджет от уплаты специальных и сезонных возных таможенных пошлин. Еще одна мера для создания благоприятных условий в работе агробизнеса – перечень импортозамещающей продукции, разработанной правительством. Распорядители кредитов, то есть государственные компании, либо министерства, которые закупают продукцию из импортозамещающего перечня, обязаны заключать контракты непосредственно с компаниями, находящимися в данном реестре. То есть это некоторые элементы понуждения покупать продукцию непосредственно у отечественных товаропроизводителей для того, чтобы подстегнуть их к, скажем так, к развитию. Во время конференции люди, находящиеся в зале, выражали недовольство тем, что нашей отечественной продукции крайне мало на прилавках магазинов. Дмитрий Болтрушко пояснил, что такая проблема существует давно, и правительство уже пыталось ее решить. Нами еще весной этого года вносился Верховный совет законопроекта внутренней торговли, который предполагал обязательное наличие товаров отечественного производства на прилавках всех крупных, так сказать, сетей, либо пунктов розничной реализации товара свыше 50 или 100 квадратных метров. Однако по тем или иным обстоятельствам, Верховным советом данный законопроект был отклонен. Помимо этого на конференции обсудили вопросы, связанные с обучением специалистов, а также развитие методов контроля качества пищевой продукции. Валентин Васильев и Сергей Василев, Первый Приднестровский телеканал.